Не секрет, что одним из краеугольных камней любой современной экономики выступают крупные системообразующие банки. Это справедливо и для Европы, и для США, и для быстро растущих стран Азии. Еще памятны события 2008 года, когда в США рухнул Lehman Brothers, и топовые американские банкиры бросились в правительство и ФРС с просьбой о спасении, и им были выделены гигантские ресурсы для санации и купирования рисков. Американцы, являющиеся в плане оперирования финансами, безусловно, передовой нации, как никто понимает, что от стабильности банковского сектора и его способности кредитовать экономику и физлиц, зависит социально-политическая и экономическая ситуация в целом. И есть вполне обоснованные подозрения, что это свое знание механизмов функционирования финансовых институтов, Запад в настоящий момент активно применяет против крупнейших отечественных банков и, в первую очередь, против Сбербанка. На фоне прокатившейся по стране как бы стихийной волны панических набегов населения на сберовские банкоматы и распространяющихся откровенно провокационных слухов о приостановке кредитования граждан и даже отказе в обслуживании карт Сбербанка международными платежными системами, есть смысл разобраться в механизмах возникновения паники и попытаться понять, кто может за ней стоять. Итак, началось все с того, что во вторник, 16 декабря, аккурат после черного понедельника, когда спекулянты просадили курс рубля до 55-58 рублей за доллар, ряд СМИ вбросил новость о том, что Сбербанк приостанавливает кредитование физических лиц. Новость подавалась якобы от лица некоего источника в руководстве банка и первым это озвучил журнал «Профиль». После того, как российский клон Шпигеля отстрелялся по Сбербанку, новость подхватил телеканал «Дождь» уже, естественно, со ссылкой на авторитетное издание. Ну а потом, когда масштабный вброс был срежиссирован, а опровержение Сбербанка, если и было опубликовано, то где-то в ленте новостей и, как говорится, петитом, панику в регионах раздуть уже было делом несложным. В регионах панические настроения распространились не только с помощью новостных агентств и посредством соцсетей и форумов. Что еще можно было бы списать на некую спонтанность и случайность? Нет, напротив, имела место целенаправленная работа, направленная на дестабилизацию ситуации вокруг банкоматов Сбербанка, рассылались СМС с паническими призывами снимать всю имеющуюся наличность. Вот характерный пример. Экстренный репост. Сегодня ночью Сбербанк блокирует выдачу средств с пластиковых карт. Разблокировка неизвестно когда. Предположительно, это связано с ростом курса доллара и переходом на единую электронную валюту. Во избежание неудобств, снимайте деньги с ваших карт сейчас. И дальше, как говорится, пошло-поехало. Новости о штурмах банкоматов Сбербанка стали поступать из Хакасии, начались проблемы в Смоленской области, аналогичная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге и у банкоматов Сбербанка в Туле. Желающие вполне могут найти и больше примеров умело срежиссированной атаки на один из системообразующих банков страны. А про спланированный характер акций позволяют говорить несколько моментов. Во-первых, использование авторитетного федерального СМИ на первоначальном этапе вброса. Затем распространение паники в регионах посредством СМС-рассылок и постов в соцсетях. О случайности говорить не приходится, так как масштаб и определенная однотипность провокационных записей в соцсетях, массовая СМС-рассылка, все это требует немалого финансового ресурса и организующего начала. И тут имеет смысл вспомнить аналогичные примеры, когда банковская паника генерировалась в буквальном смысле слова на пустом месте в политических целях, в особенности в преддверии выборов в национальный парламент той или иной страны. Но приходит в первую очередь Болгария. Летом нынешнего года правительство социалистов во главе с пламеном Орышарским было вынуждено уйти в отставку на фоне мощнейшей спекулятивной атаки на третий по размеру активов банк Болгарии. Первый инвестиционный банк. В результате развившегося по итогам финансовой паники политического кризиса от власти была отстранена болгарская социалистическая партия, занимавшая более лояльную позицию по южному потоку, и к власти пришла ориентированная исключительно на Брюссель, Коалиция Герб, во главе с нынешним премьером Болгарии Бойки Борисовым. Следует отметить тот факт, что наши заокеанские партнеры любят использовать те или иные стандартные сценарии, если они когда-то себя хорошо зарекомендовали. У всех на слуху листовка, раздававшаяся зимой на Майдане в Киеве, как две капли воды, повторяющая листовку с Каирского Тахрира. Аналогии с финансовой атакой на банки в Болгарии и нынешним нагнетанием истерии вокруг Сбербанка напрашиваются сами собой. Американцы действуют по стандартным схемам, и банки в их повестке по дестабилизации внутриполитической ситуации в России занимают не последнее место. Государству в этой ситуации следует максимально усилить контроль за спекулянтами, ориентировать Роскомнадзор на формирование адекватных мер информационного противостояния. Возможно, имеет смысл принять соответствующее законодательство, либо поправки с уголовной и административной кодексы, устанавливающие наказание за преднамеренное распространение паники с целью повредить финансовой системе стран. Ну а гражданам следует иметь голову на плечах и понимать, что игра сейчас идет по-крупному. Запад отчетливо взял курс на уничтожение России и будет применять для этого все средства, вплоть до разрушения нашей экономики и финансовой системы. Так не будем же давать противнику повода для эффективной реализации его геополитических планов.